Здравствуйте, друзья! Продолжаем рубрику «Ответ на вопрос», который вы задаете на нашем YouTube-канале и в Instagram. И вопрос от Александра Цыганкова. Сергей, как вы относитесь к габионам в прудовом строительстве? Нормально отношусь, это хорошая технология, не всегда подходит, а в некоторых случаях без нее и не обойтись. Габионные конструкции – это сетки, оцинкованные или в полимерном покрытии, коробы сетчатые, которые наполняются камнями. К ним относится и матрас Рено. Если мы имеем пруд, вот у нас, например, пруд, и берега омываются волной или просто разваливаются, и мы хотим сделать пирс, чтобы подойти. Лиственничные, например, берега, у них 10-15 лет, они сгнивают на границе вода-воздух. А габионные конструкции – нет проблем. Это будет вот примерно такая конструкция ступенчатая из камней. Но здесь нужно понимать, очень важно, какие грунты, с какими грунтами сложен берег. Вот так, конечно, он не может висеть, он должен вот здесь начинаться, габион. Но даже мы не начинаем не с габиона, друзья. Сперва укладывается, как правило, при нормальных таких суглинистых грунтах в пруду, во-первых, желательно, чтобы можно было спустить воду. Все-таки тяжело работать. Наверное, специалисты, профессионалы, кто занимается только габионом, могут работать и работают и в реках, и в ручьях, и при давлении воды. Мы, к сожалению, такую технологию не отработали. Но если вот у нас есть чаша пруда, и нам нужно вот этот берег укрепить, и, предположим, у нас высота два с половиной метра, да? Ну, или два метра. Ну, давайте два с половиной. Условно, мы кладем трехметровый матрас Рено. Это мы должны все вскопать и положить по геополотну. Это геополотно здесь у нас лежит. Сперва дарнит. Потом матрас Рено высотой, предположим, 200 миллиметров. Это тоже сетка, уложенные в нем камни гранитные. Это как такой ковер-подстилка. И потом два метра габиона укладывается. Минусом, что является габиона? Все-таки, это большой расход камня. То есть, мы не по берегу, там 20 сантиметров камень укладываем, а уникальная стена из рваного гранита. Причем, но плюсом то, что это все-таки проще и, может быть, надежнее, долговечнее, чем железобетонная конструкция. Минусом то, что все-таки достаточно дорого. У нас на матрасе Рено лежит габион высотой метр, длиной два метра. Следующий габион идет полтора метра высотой метр. Мы уже съели два метра. И у нас еще остается полметра. И мы здесь можем уже положить полметровый габион. Или габион должен быть возвыше, например, воды на полметра. Мы тогда кладем также двухметровые габионы, но уже в этом направлении. В сечении это будет метр на метр, например. А в длину туда два метра. Здесь они метровые, ведь сверху я покажу. А это уже метр. И в итоге мы имеем три метра габион, а вот так у нас идет вода. Вот. Вы представляете, какой здесь расход камней. Если мы это сделаем на реке, то мы должны поставить габионы с полимерной сеткой, чтобы вода не размыла сетку. Если пруд, то без проблем, это просто оцинкованная сетка. Опять же, может быть недостатком то, что сетка травмоопасна, босиком не походишь. Но если у вас пирс, причал, лодок, укрепить берега для подхода катеров. Это очень хорошая, удобная, надежная конструкция. И в этой части у нас тоже желательно проложить дарнит. Вот он у нас идет вот так и вот так. Можно сшить, чтобы у нас не подмывался грунт вот сюда. Если у вас с пленкой, то и пленка должна быть вот здесь. А здесь надо два-три слоя дарнита положить. А можно и песочек просыпать, чтобы вот эта вся конструкция не продавила вашу мембрану, потому что сетка она жесткая. И потом много дырочек может быть у вас в мембране. И это нужно будет гидроизолировать определенным образом. Соответственно, обязательно защита и здесь два слоя дарнита, если у вас там пленка. А можно и три. Плотных, 400-граммовых или 500-граммовых дарнита, чтобы мы не проткнули нигде пленку. Вот такая конструкция габионов. Минусом то, что это дорогая конструкция. Плюсом то, что она вертикальная, надежная, долговечная. Хорошо сопротивляется волновым нагрузкам и так далее. Но важно, друзья, какие здесь грунты. Мы не можем положить на слой ила, например. Мы должны до минерального грунта дочиститься. На иле это не может стоять. Это все уплывет у вас. Не торф, не ил. Только песок, глина, суглинок плотный. То, что плотно будет держать. Мы пригласим специалистов. Они расскажут. Надеюсь, Владимир до нас доедет. Как-то мы съездим на объект и покажем, как монтируется матрас Рено, габионы. И в некоторых случаях конструкцию можно завалить в этом или в этом направлении. В зависимости от того, какая нагрузка. То ли ледовая нагрузка давит, то ли грунты слишком давят на габионы. Тогда можно их чуть-чуть завалить в эту сторону. Это все уже нюансы, о которых нам расскажет Владимир. Иногда монтируют внутрь тела сваи металлические, но у них не очень высокое сопротивление нагрузкам. Я видел, да, каркас делают, внутри проварят. Это все не очень надежные вещи. Не так они держат. Держат именно хорошие основания и хорошие грунты. И вот эта площадь основания камней, вот это несет нагрузку, основную держит нагрузку. И основное сопротивление нагрузкам дает хорошие грунты и правильно спроектированные габионы. Вот именно он же за счет, держится как, за счет своей мощности, за счет своего веса. Он держит все эти нагрузки, которые могут быть ледовые, лед может давить, волна может бить, ну и так далее. Вот если коротко о габионах. Это все-таки, я считаю, лучше, чем вбивать лиственничный ряж вот сюда, в землю, потому что он здесь загнивает на границе водо-воздух, он заваливается, у него срок службы ниже. Есть еще у нас шпунты Ларсена, ПВХ шпунты. По ПВХ шпунтам может быть у нас тоже летом или весной какой-то ролик запилим. Это тоже хорошая история, надежная. И подходит очень для каких-то своих целей. Ну что ж, друзья, напоминаю, у нас открылась онлайн-школа в том году, водоемов.онлайн. Если кого-то интересует обучение, проекты, те, кто хотят оказывать услуги, строить пруды, welcome, мы предоставим проекты, обучение, проектирование, строительство, сметные расчеты, договора. Будут короткие также ролики о том, как продавать пруды и так далее. Доступ будет около двух-трех лет до курса, потому что мы его допиливаем каждый год, докручиваем. Поэтому welcome. Строим пруды правильно. Я традиционно, друзья, желаю всем добра.